добрый день господа и примкнувшие к ним дамы или добрый вечер или доброй ночи евгений скажи еще что-нибудь добрый который может быть и добрый вот отлично доброе утро мы с евгением сегодня решили протестить один очень интересный продукт продукт можно назвать имени союзного государства потому что производится в одной стране продается в другой мне очень интересно продукт я его называю имени инкогнито ребята это сибитер самогон в чем его фишка выпускает его брестский завод наш белорусский белалка выпускает но в беларуси его не продают вообще ни в одном магазине даже в фирменном брестского завода белалка который входит в минск кристаллы да то есть потому что его выпускают по лицензии как я понял специально на российский рынок теперь читаем про этот самый спиртной напиток зерновой пшеничный сибитер самогон состав дистиллят пшеничный вода питьевая подготовленная ну окей а кто мне интересно вот является его смотри как интересно изготовитель белалка республика беларусь импортер на территорию эф русский купажный завод россия московская область и так далее ну то есть это чья-то алкогольные сибирской группы под контролем сделаны это алкогольная сибирская группа вот просто марку дали разливать то есть они просто у них наверно нету своего завода они сделали рецептуру пришли на белалка говорит говорят вы можете это сделать они говорят да сделаем все гоните партию мы и продают в россии белорусская водка ведьмы и так далее то есть ну пожалуйста мы ведьма это же не из беларуси она откуда-то еще пошла и к нам уже пришла по моему или наоборот не знаю ну это тоже типа короче ребята суть в это льется в бресте но продаю чтобы это купить надо было ехать в москву вот вот так так и живем ну что открываем а стоимость всего напитка в россии было 300 российских рублей то есть у нас это грубо говоря 10 белорусских за честный 05 двойная перегонка все дела бутылка подкупает накупить пшеничный дистиллят но типа выглядит красиво открылась налил но это 10 лет 10 лет до 10 лет и вода больше ничего то есть ну это классический самогон ребят ничего другого в этом мне ванилью пахнет сейчас понюхал да ну какой ваниль это стоит зерном тут пшеницей пахнет она кислое по запаху ну что путайка но сейчас да наверно вот изначально вот пахнула на бокал плохо сполоснул был после не изначально пахнула ванилью сейчас кислота да ты сейчас сказал кислота что типа зерно да это вот этот запах это не твои рецепторы испорченные жизнью и коронавирусом возможно но не изначально ванилью подтянула да ну пахнет самогонкой причем классическим хорошим самогоном и при этом мягким достаточно по запаху то есть спирта нету в запахе но вот это и подкупает почему я спутался ваниль но давай рюмкой первую пробовать чем и мышь не будем долго разговаривать сумка вообще ну так это такие рюмки они из них мало чего пахнет но отдаленно самогоном смогу он хороший не что-то напоминает очень сильно напоминает уж он тебе будет напоминать какой-нибудь этот самый условный первого он там только первого он пожестче вольте не напоминает полугар полугар да полугар все ссылка вот там полугар наверно не напоминает но есть что-то только послушай мне вот это вот ладно это в 10 рублей стоит а полугар то стоит 67 очень покупку по моей остаточной памяти мне это очень мне это нормальный хороший самогон пшеничный он во первую он очень мягенький он не спиртовой то есть для любителей самогонов я считаю вот это вот хорошая штука это ты знаешь это очень отличная штука за свою цену капусточка можно где-то впаду это да это назначено закусывать возможно где-то в подарок в том числе и на стол да потому что у нас продавалось я бы иногда под сольцо под мучок брал бы я буду сейчас скажу крамулу в отношении белорусского производителя но пока что это делает в одну калитку вы скажите мне а вот почему на брестком но на филиале хорошо на брестком мзввш нам льют первого год да вот здесь льют вот это и вот это вот раз в десять лучше чем первого год но твой так то есть а почему почему наш брестский завод такой частный и не может извините меня назвав не хибитр а бреститр могилев титр миск титр в конце концов жесточайший битр выпустить вот это вот учитывая что рецептура им известно учитывая пока что из тех собакова что вы с тобой пробовали из заводских это это самый классный рюмки да но теперь руки он зашел понимаете как он зашел хлебника ну зерно зерно чувствуется это а спирта не чувствуется совершенно выпивается 40 а выпивается ну типа выпилась и выпилась и ничего не хочется давай с покала попробуем давай будем здоровы сейчас он пахнет да он пахнет хлебом брага это не хлеб это пшеница я называю запахи которые мне знакомы не смотри хлеб это больше рожь а здесь же пшеница она вот такая более кисло-сладкая запах у него кисло-сладкий такой ну это ты который разбираешься сельсического пользователя это пахнет хлебом хрен с тобой пускай это будет хлеб то хорошо я сейчас из бокала выпил у меня никакого жжения ничего во рту нету легкий привкус приятный ой отлично охренительно пьется это наш напиток однозначно не слушайте ребят это очень хороший самогон это однозначно закусочный вариант не знаю я могу и не закусывать такую штуку он закусывается чисто потому что это самогонка просто он хочет ну типа вот но на самом деле это очень мягко это наверно один из самых мягких напитков в принципе ноут который мы пили даже наверное зерногу немножко по пожёстче да не зерногон был по такой по ядре они вот которые мы а мы его на канале не снимали зернагон поэтому много особо говорить об этом не будем в инстаграм цена что дадите за будет почитайте да и стоит два раза дороже ну это вещь какого хрена у нас ее не продают этой серии того что мы возвращаемся к известному вопросу что почему допустим минск кристалл группа может делать водки уровню в состав чародей радивилл и так далее да и при этом делать там и крестал лебное вино офицер и там люкс это вот но вот прочих же когда но здесь самогон хороший классный наливай евгений нам по рюмочке еще я бокалы убираю в сторону у него да это все лет нет это не тот таки который пьется бокалами это рюмочные темы даже возможно возможно эта тема для штопов вот этих вот давайте вы честнее вот эту штопу жаня если бы мы сидели тут не на даче еще кто-то где-то дома с тобой и нас там не было планов дальнейших каких-то мы просто сейчас видос не заканчивая это додавили потому что это реально то бутылка которую можно давлянуть и не думать они вообще об этом хороший самогон вкусный за это и выпьем третью ну и пока ты будешь наливать четвертую я начну с твоего позволения подводите или я начну наливать а ты будешь подводить итог и что начинал гуку давай как тебе что тебе куда тебе это очень вкусно для самогонов для самогонов это действительно ну не уровень конечно кому это но вот это из тех что мы солидом пирата уровень это но нет пределу совершенства вот мы не будем здесь сравнивать с домашними и так далее все остальные конечно сравнивать с домашними это сложение потому что вы построите как на кедровке и пойдем на улицу мне вот то есть мне понравилось мне назначено понравился баланс напитки вкус даже какая-то вот ароматика изначально который вот с ванилью и да там перепутал до вначале то есть назначал и реального 1 запах это реально за а если учесть что это цена 10 цена вообще смешная да то это реально можно брать можно пить получать удовольствие единственно нюанс что наверное все таки какие-то мероприятия связанные наверное все таки там с какими-то там семейными форматами типа там свадьбы нет на второй день на второй день до вот вне ресторана смотрите это можно пить в ресторане на каком типа в ресторане типа курчма такая вот старо-русская национальной кухни и да где вы будете знаете где будет всякие там драники шкварки шкварка шкварка вот этого значит это запеченного это свиное оляшка то есть вот это вот штука вся и вот под это это сальца нарезанная там еще вот это вот прекрасная штука как у нас всегда продаются среднюю типа европейскую по некоторым не отдам на банкетах если идти в кабагах где у вас меню там допустим карпаччо там не знаю там какой-нибудь стейки так далее это конечно немножко не ну вот просто а я не скажу что это плохо это просто диссонанс вызовет ну не сочетаем вот эта вот штука она требует там пельмени знаете вот сварить там еще чем то есть вот это вот типичная пьянка двух мужиков дома под супы хорошо зайдет вот два мужика бухают дома да вот мы летом обычно с тобой собираемся вдвоем вот я такое покупал да оценка восьмерка наверно до 8 согласен полностью сто процентов 8 баллов хороший очень напиток все до новых встреч бывайте здоровы живите богато пейте хорошие напитки подписывайтесь на наш канал а друзьям рекомендуйте соседям знакомым маме заведите google аккаунт подпишите папе папе кстати понравится он может быть даже не часто бы смотреть но иногда что нибудь одно принесете папа скажет мужики молодцы вот а на друзья мои вот ну в этом году мы идем идем на вот к 1000 подписчиков доберемся нам откроют ништяки в виде стримов и прочей фигни а это же как бы мы с вами будем общаться чаще в общем до новых встреч все за вас ребят да вкусно и и